Мы договорились с президентом России о том, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси. Под Брестом, которое проходит, мы приветствуем эти учения. И хорошо, что они проходят, при том, как мне докладывают успешно. Надо подумать о втором этапе наших учений и подумать о других учениях, выработать план, не оглядываясь там по сторонам, кто нам что скажет. Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Тоже бояться нечего. Мы готовы на это идти. И последнее событие показывает, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Но так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые. Если кто-то думает, что Беларусь тут ослабла, что мы не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждение. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего отечества от Бреста до Владивостока, как я говорю. И последнее событие нас еще больше склоняет к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами, всем тем, кто на это рассчитывает и рассчитывал. Александр Григорьевич, спасибо, что нашли время. У нас, к сожалению, этот год получился таким достаточно скомканным, и у нас было намечено совместных мероприятий, порядка 130. Там учения, встречи, совместные коллегии, и как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций. То, что касается наших отношений, много учений было намечено. В частности, то учение, которое сейчас идет, мы, к сожалению, программу выполнили только на 30%, которую намечали. Нам надо до конца года хотя бы на 70% выйти, а для этого, конечно, надо уплотняться и надо проводить второй этап учений, которые идут сейчас. Продолжение следует...